Так называемые шары счастья скоро попадут под запрет. Депутаты фракции «Единая Россия» решили внести на обсуждение в его булдуму законопроект, запрещающий продажу и потребление веселящего газа. Такие проекты сейчас готовятся в разных регионах страны. Например, владимирские законодатели уже запретили продажу и употребление использующейся в медицине закиси азота. Мы сейчас доработаем закон и от фракции внесем его уже на следующую думу. Смысл закона в том, что в Ивановской области потребление и продажа веселящего газа будет запрещена. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Закиси азота появилась в продаже по всей России всего несколько месяцев назад, после запрета розничной продажи кодеиносодержащих наркотиков. Среди молодых людей, потреблявших Н2О, уже зарегистрировано несколько случаев серьезных психоневрологических нарушений. В ряде регионов, в том числе и в Ивановской области, веселящий газ в воздушных шарах свободно продается в ночных клубах и даже цветочных магазинах. Главный довод законотворцев – безопасный шаров счастья – миф. Сейчас его в каждом клубе, образно говоря, используют как легкий веселяющий наркотик, но у него есть побочный эффект. Если его часто применять, то, образно говоря, будут ржаваться клетки мозга и вплоть до смертельных случаев. Законодатели уверяют, что запрет не распространится на использование закиси азота в медицинских целях. В медицинских целях веселящий газ, образно говоря, как использовался, так и будет использоваться. Он используется в рамках закона. Его они там просто так не покупают. Они там все и через госнаркоконтроль проводят. То есть все по закону. Как они это делали, так они это и делают. Мы лишь запретим, чтобы он был в свободной продаже, как это сейчас. Федеральное правительство уже рассматривает вопрос о приравнивании этой смеси к наркотическим веществам. Пока что веселящий газ в этот реестр не входит. Величину штрафов в нашем регионе за нарушение запрета пока можно только предположить. Например, владимирские законодатели предусмотрели для распространителей веселящего газа штраф от 4 до 100 тысяч рублей, а для потребителей от 3 до 4 тысяч. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.